Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я думаю, что Девушки отдыхают 100 евро Купли Девушки отдыхают Устроено Мне отличный размер На самом деле Я как раз волновался из-за размера Потому что у меня рост большой Нормально Я так понял, что вообще каюты По крайней мере длина У меня кровати на всех лодках Она одинаковая Просто зависит от Чем больше лодка, тем больше свободного места А сама койка такая же Поэтому я везде умещаюсь Везде удобно То есть еще Из Задних кают Там есть доступ Откорпит И там собственно Очень много места Там навалено всяких вещей На самом деле в этой лодке Хорошо, что она полностью Укомплектована всякими Запасными частями То есть там вот Куча инструментов всякого Куча Запасных всяких вещей Которые тоже денег стоят И Мне в принципе Ее даже вот в дорогу Снаряжать особо Не нужно было То есть Буквально там Несколько моментов Исправить И все И как бы Вот и готово К открытии То будет потом Время Я Замерю Там разберусь Поставлю еще один НПТ-контроллер Вот Заведу как бы Провода Потому что они сейчас Заведены все Параллельно все Все четыре батареи Вот я сделаю их По две пары Чтобы две одинаковые батареи Были На две И как бы Уже там Разведу А ты кто идет Пожалуйста Планировал лодку я покупать в этом году Вот Но хотел осенью Вообще Приехал во Францию На два дня Там на выходные буквально Так Прицениться Посмотреть Что продают Там за сколько продают Какое там состояние лодок Потому что Ну хотел покупать во Франции Или в Италии Вот Сначала там Изучил этот вопрос Вот Прилетел во Францию Начался коронавирус Я застрял там На Сколько там На три с лишним месяца Вот В итоге Потом Ну я там Пока оставался Смотрел тоже лодки Вот мне ничего не нравилось Там то что продают На самом деле во Франции По крайней мере на юге Очень плохое состояние Всех лодок практически Вот Если честно не советую туда Ехать за лодками А А потом посмотрел Попалось вот это Объявление О продаже этой лодки Вот За каналом я Ильи давно смотрел Лодку знаю Там Знаю что она там Без особых Там проблем Больших Что она там По крайней мере там Годная к переходам Через океан И Так получилось что я был во Франции Они были на Мартиник Вот Я мог прилететь И как бы я туда Раз Быстренько все Купил билет Прилетел Вот И быстро мы все это сделали Ты купил в первый день Да? Ну да То есть я прилетел уже покупать И Смотрел Все как бы устроило Я думал что она под парусами Хуже холит Вот Мне понравилось На самом деле Как она идет под парусами Вот Даже не смотря на свой Небольшой там размер У нее Ватерлиния Там Что-то 10 метров Там по-моему с небольшим Вот При ветре 20 узлов Легко там 7 узлов Она развивает В Бакштаг Вот С одной геной Вообще Как бы без проблем Вот Если еще поставить Мейн Вот Грот И Если все настроить Там по-нормальному То можно там 8 узлов Я думаю что И разогнать 9 Поэтому Ну На Этих На бейдевинде Крен у нее Не очень большой То есть в принципе Опять же Если не перегружать Крусами Вот Вовремя там Риф ставить То Нормально идет И скорость хорошая И Крена такого Прям особо нету Ну и сбалансирована лодка На самом деле Вот мы Я на ней Сколько здесь Два таких Более-менее Больших уже сделал Маршрута Вот Туда За Диамант Там Назад Вот Вот Лодка идет Абсолютно без автопилота В бейдевинде То есть Просто Там Фиксируешь руль Настраиваешь Круса И она Ровно По маршруту Идет Как Копанная Штаг у них Уторвался Гену и упало Вот Они туда Один из авторштагов У меня получается Здесь два авторштага Ну да Как Бакштаги Они один Соединили И На нос Закрепили И как-то дошли С этим Временным решением А сейчас После этого Они поменяли весь текелаж Завели кучу Дополнительных фалов Вот И сейчас Как бы Вроде Должно нормально А сам ты откуда? Из Москвы Из Москвы Я жил там на Соколе Потом жил В Крылатском Потом В Куркино То есть все Как-то на севере у меня Потом Новой Зеландии Потом совсем на юге Потом опять в Россию Возвращался Тоже такое Было решение Кардинальное Что в Зеландии все Было устроено Вот Решил в Россию Вернуться В России пожил Вот Три года я почти Ну там Россия Зеландия Туда-сюда На две стороны Программа есть Она и раньше была И сейчас она тоже есть В общем Если ты Соответствуешь Определенным критериям По Образованию По опыту работы То они дают Ну Резидентство сразу Вот Приезжаешь на резидентство Живешь два года И дают уже Постоянное резидентство Такая бальная система То есть ты Заполняешь 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 Анкету Тебе на каждую Там этот Вопрос дают Как бы Или не дают баллы Вот В итоге Если у тебя Определенное количество баллов набирается То Твое заявление рассматривают Ну Цель на самом деле В Полинезию Дойти Вот Саму Новую Зеландию Там надо уже будет смотреть Когда Именно туда Дойти Вот Цель дойти Именно до Тихого океана До Полинезии Там на самом деле Много островов Много Интересного всего Вот Там какое то время По Селить Попутешествовать А дальше уже Конечная точка Это Новая Зеландия Клагосветку точно не планировал делать То есть Не знаю После Новой Зеландии Ну Может опять в Полинезию То есть Уйти Там Сколько лет Попутешествовать Может быть Не знаю Продать эту лодку Купить еще одну лодку На Карибах Мне очень понравился Вариант На самом деле Что Можно купить лодку на Карибах Здесь Попутешествовать Посмотреть Потом раз Через Патамские каналы И туда В Полинезию Может не знаю Может в Европе Лодку купить Ну По крайней мере Дальше Туда Интересно никакого нету Идти в сторону Таиланда Там Получается Ну В принципе Такой маршрут Уже Не очень интересный То есть Надо Какая-то более-менее Тупиковая Точка Вот А дальше Опять из Европы До До Таиланда Это Как-то такой Более-менее легкий Приятный маршрут И много всего интересного Чья это лодка? Моя Таиланда Таиланда Таиланда